День с толком Медиками рождаются, считает терапевт Барнаульской поликлиники Елена Булгакова. Накануне дня медработника познакомились с заботливым, по мнению пациентов, участковым терапевтом. Для кого-то и премьера. Кто ходит на советские фильмы в кинотеатры и в каком состоянии прокатчики. Впервые за несколько месяцев цены на продукты упали. Гораздо дешевле сейчас можно купить огурцы и помидоры, яйца и муку. Сезонное ли это падение или есть другие причины? И долго ли стоимость продуктов будет стабильной? Решила разобраться Анастасия Наборщикова. Цены на продукты упали. Яйца, овощи и даже мука впервые за пару месяцев подешевели. Но есть вопрос, прибавил ли кошелек покупателя в весе? Ощутима ли для него новая цена за килограмм? На немножко совсем. Это на сколько немножко? Ну, рублей на 10, на 20, знаете, это неощутимо. То есть два месяца одна и та же цена? Ну, мне показалось так, не знаю. Продавцы не скрывают и говорят, какой сегодня средний чек на рынке. Хотя снижение цен никак не увеличило их продажи. У нас чеки тысяча, тысяча и полтора. Люди по чуть-чуть берут. По чуть-чуть? Не как в прошлые годы. В первую очередь это сезонность. Второе, может быть, я даже основное сказал, что это все-таки снижение покупательской способности. Люди стали экономить. Естественно, это оказывает на рынок влияние. Значит, цены треснули под стойкостью зарплата. Точнее, от стабильно низкого заработка в Алтайском крае. Так говорят барнаульцы. Вдобавок жалуются и пенсионеры. Последняя индексация пенсии на 10% не помогла. Очень дорого стало. Деньги вы обесценились, сами видите, что творится. Сильно не нашикуешься. Не нашикуешься это сколько? Ну, дорого. Идешь по необходимости. Две-три тысячи. Нет, я не могу за раз потратить столько денег. У меня пенсии не хватает. Есть мнение, что в магазинах сегодня дешевле. Поэтому мы отправились туда и побывали сразу на двух точках. Здесь и правда яйца стоят на 20 рублей меньше. Десяток можно купить за 60. На 12% яйца подешевели в мае. Еще почти на 2% в июне. Сегодня в цене быстрее падают свежие помидоры и огурцы. А куры охлажденные и вообще мороженое. Не набирают даже процента. Ажиотажный спрос на ряд товаров, таких как сахар, соль, в марте месяце. Сейчас мы видим, что насыщение рынка и потребителей произошло достаточно существенно. И спрос на эти товары спал. И, соответственно, предприниматели вынуждены и цены откатывать для того, чтобы возобновить этот необходимый спрос. Вот стою сейчас, думаю, какие яйца взять по скидке или настоящие. Вообще домашние стараюсь братья. Бьет по кошельку? Ой, ну что? Ну, конечно. Огурцы вот упали, я вижу. А больше что? То, что надо, все равно возьмешь. Без вариантов, даже если слишком дорого. Ну, слишком дорого я просто не подхожу. Если верить специалистам, то цены еще упадут. Их главный аргумент – если у покупателя нет денег, значит на рынке снижают цену, а торговые сети накрывает волна скидок. К слову, такой ход не знак милосердия к покупателю, а простая выгода. Иначе ведь не заработают. Анастасия Наборщикова, Алексей Фризин. День с толком. Делегация Алтайского края во главе с Виктором Томенко продолжает работать на Международном экономическом форуме, который третий день проходит в Санкт-Петербурге. Достигнуто несколько взаимовыгодных соглашений, в том числе о строительстве элеватора в Бийске. Подробности у Софии Яценко. Представители 69 стран и всех территорий России. Тема юбилейного масштабного мероприятия «Новый мир. Новые возможности». Их как раз и обсудили губернатор Алтайского края Виктор Томенко и гендиректор холдинга «Новый сухопутный зерновой коридор» Сергей Пушкин. Они договорились о строительстве дорогостоящего линейного элеватора в Бийске. Элеватор – это 5 миллиардов. На нем он не важно где, но, как правило, это что из российских материалов, что из китайских, это 5 миллиардов. А вот, на чем мы можем получить выживление, это, конечно, логическое подключение электричества, железнодорого и прочее. Подписать соглашение между администрацией региона и инвестором планируют этой осенью. Элеватор позволит нарастить мощности для хранения зерна в несколько раз. И станет одним из объектов будущей сети элеваторов, которая покроет 7 приграничных регионов. Это позволит наладить маршрут экспорта сырья через Казахстан. Бийский элеватор будет включать в себя 20 силосов вместимостью 7,5 тысяч тонн и 10 силосов вместимостью 5 тысяч тонн каждый. Также 5 зерносушилок, лабораторию, устройство приема и отгрузки железнодорожного и автотранспорта. Эту тему планируют затронуть на предстоящем агропромышленном форуме в Алтайском крае. Мы проводим День сибирского поля в Барнауле. Рядышко из Барнаула. Площадку такую выделяем. И в течение двух дней, 29 и 30 июня, проводим этот форум. Форум очень пользуется интересом. Значит, приезжают наши все сибирские регионы, их и органы власти в сфере сельского хозяйства, ну и всего, что связано с сельским хозяйством, эти и дали. Каждый год из Алтайского края вывозят около 80% сельхозсырья. В прошлом году был отмечен рост объемов экспорта. Положительная динамика сохраняется и в этом году. Основные покупатели зерна – Азия, Казахстан, Узбекистан и Киргизия. На форуме в Санкт-Петербурге делегация Алтайского края заключила еще ряд соглашений. Частные инвесторы построят в Белокурихе ультрасовременный санаторий. А в новом курорте Белокуриха-Горная появится гостиничный комплекс. Наш край продолжит развивать кооперационные связи с другими регионами, расширится ассортимент поставляемой продукции и будут реализованы совместные проекты в области импортозамещения. Соглашения об этом подписаны с Москвой, Санкт-Петербургом, Кузбассом, Челябинской областью и Калмыкией. София Ценка, День с толком. В июне на торги должен выйти объект хирургического корпуса Центра охраны материнства и детства в Барнауле. Об этом сообщил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. Речь идет о 4,5 миллиардах рублей на его возведение. Напомним, о строительстве необходимого корпуса в медкластере стало известно два года назад. По планам, в будущем здании разместят отделение детской хирургии и онкологии, появится детская нейрохирургия. Туда должны поступать пациенты с сочетанной травмой, урологическими патологиями. В 2020-м размер федеральной поддержки оценивали в 1,5 миллиарда рублей. В прошлом году, после подорожания стройматериалов, почти в 3,5 миллиарда. Теперь стоимость возведения оценивают в 4,5 миллиарда. Министр здравоохранения подчеркнул, что федерация подтвердила свою поддержку, а в крае есть деньги, чтобы начать строительство. В преддверии дня медработника мы встретились с героем, которая всю себя отдает профессии. Единственной в семье врач, она уверена, что дети профессиональный путь в медицину не продолжат. Ведь медиками рождаются. Такова философия Елены Булгаковой. На краевом этапе всероссийского конкурса в этом году она заняла первое место в номинации «Лучший участковый терапевт». Мы встретились с победительницей на рабочем месте. Мы вас потеряли, мы уже нашли. А если бы я вам не позвонила, не пришли? Нет, не было. Вы пришли бы? Да. За пациентами иногда нужно следить, как за детьми. Терапевт Елена Булгакова успевает проверять состояние почти двух тысяч человек на своем участке. Под пристальным контролем пожилые, чьи показатели давления сразу вносятся в систему. Могу утром зайти и посмотреть, кто у меня из пациентов, как вчера себя вел, как он провел день, принял ли он лекарство, потому что это сразу видно по динамике артериального давления. По ее наблюдению в топе современных болезней гипертония и сахарный диабет, чаще всего наследственные. И здесь роль участкового терапевта важна как нигде. В силу возраста района пациентов видят поколениями, отчего и выявляют закономерности. Я уже могу изменить свою тактику лечения и ведения с пониманием уже течения заболевания в динамике. В стационаре, вот врачи стационара, они его вылечили, выписали, они дальше не знают, что с ним происходит. Мы его снова получаем, снова лечим. Скрупулезно ко всему относится, все спрашивается. Ну не так просто, неформально, и с уважением, и чувствуется забота. Забота не просто так, а чтобы помочь и вылечить. Состояние улучшается? Да, да, да. Можно я подъем по сочинению? После жарких дней Нина Ивашенко мучается от давления. С недомоганием не тянет, сразу идет к врачу. Чем не идеальный пациент? Тот пациент, у которого есть желание лечиться, есть желание что-то сделать для своего здоровья. Бывает пациент, у которого нужно зажечь этой идеей. А бывает, что нужно не зажигать, а спасать, когда находит онкологию на ранних стадиях. Но вовремя выявлены болезни, лечение и ремиссия. А потом пациент заводит семью и приводит на прием уже своих детей. Такие истории Елена Булгакова не забывает. Барнаульское отделение партии «Единая Россия» определилось с кандидатами в депутаты гордумы 8-го созыва. В списке предприниматели, педагоги, врачи и волонтеры. Они пойдут на выборы по 21-мандатным округам и 20-ти территориальным группам. Подробности далее. Барнаульские единороссы сформировали список из 83-х кандидатов по одномандатным округам и территориальным группам. Именно их поддержали жители города во время предварительного голосования партии. Люди настроены на плодотворную работу. Я думаю, они конструктивно интегрируют сам процесс и будут, конечно, городу помогать. Принималось очень много взвешенных, выверенных решений. И я бы сказала, что все эти годы, вот 5 лет мы работаем вместе, конечно же, у фракции было единое стремление принимать те решения, которые могут позволить улучшить жизнь наших горожан. За эти годы партийцы старались увеличить бюджет на ремонт дорог, дворов и общественных пространств. Уделяли внимание жителям города и в период пандемии. Работать во благо планирует продолжить и новая команда. Представляет собой уверенную, сильную, грамотную, профессиональную, узнаваемую, полезную для жителей команду. Поэтому я думаю, что работа, безусловно, предстоит большая. Следующий шаг барнаульского отделения «Единороссии» – проведение конференции, где состоится официальное выдвижение кандидатов. Она пройдет в начале июля. Там и озвучит все фамилии. Дмитрий Дроздов. День с толком. К другим темам. Российские кинотеатры терпят колоссальные убытки. Кинозалы украшают постеры фильмов российского производства. На зарубежные, преимущественно голливудские, наложено табу. Как кинотеатры выходят из положения? И готов ли кто-нибудь бросить стремительно идущим на дно прокатчикам спасательный круг? Узнавала Валентина Аскерова. Хотелось бы сказать, что на большом экране новая интерпретация фильма Сергея Соловьева «Асса». Но нет, все та же картина 1987 года. Поностальгировать об ушедшем времени пришло около 20 человек. Как ни странно, молодежь. И то по большей части из-за звезды «Вне времени» Виктора Цоя. Вы совсем юные, и вы сегодня здесь. Почему? Чтобы знать, с чего именно все начиналось. Почему сейчас пришла индустрия кино и что было раньше. Чтобы знать историю. Потому что в таких фильмах важную часть имеет исторический контекст. Кино в принципе интересно. Так что большой экран, я думаю, это атмосферу какую-то добавляет. Но в любом случае это и так стоит на маленьком. Безусловно, плюс еще ответственнее к этому подходишь, к просмотру. Потому что ты смотришь и как бы вот... Еще не заплатил за билет. Ну да, есть такая история. На что бы сейчас хотели сходить? Я бы посмотрела на самом деле что-нибудь из Марвел. Вот я бы хотела построить Морвию, с которой вот нас как раз таки не вышли. Прокатчиков лихорадит уже третий год. В 20-м году пандемия закрыла кинозалы. Потом были небольшие послабления в виде частичной заполняемости. И вроде бы кинотеатры постепенно начали возвращаться к привычной жизни. И тут как гром среди ясного неба. Политическая ситуация в мире. Прокатчики получили новый разряд тока. Мы лишились прибыли. Санкции со стороны недружественных государств. И здесь действительно те взаимоотношения с иностранными прокатчиками, которые сегодня отказались работать с нашими представителями бизнеса киноиндустрии, в том числе куда входят и алтайские предприниматели, к сожалению, сегодня не позволяют им сформировать при нынешних обстоятельствах нужный поток клиентов для того, чтобы обеспечить доходность этих предприятий. То, что прокатчики – одна из самых пострадавших отраслей, признает и уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Андрей Осипов. Однако добавляет, на федеральном уровне кинотеатрам пока помочь не могут. Правительство Российской Федерации ту меру, хотя и наш институт, например, уполномоченных предлагал им оказать помощь, они не оказали. То есть там как бы на кинопроизводство, может быть, больше денег потрачено. Но в целом люди, то есть тот поток фильмов, который он был, его просто не восстановишь. Михалков не выпустит фильм за два месяца, на который придет столько, сколько там придет на аватары. Осипов отметил, что будут рассматривать краевые меры поддержки. Однако конкретики до сих пор никакой нет. А зрителям ничего не остается, как идти на фильмы минувших лет. Перемен требуют не только сердца зрителей, но и сердца владельцев кинотеатра. Советские фильмы в кино – это, конечно, хорошая история, но все-таки хотелось бы, чтобы афиши у кинотеатров были более разнообразные. Причем неважно, какие фильмы, какого производства здесь будут транслировать, главное, чтобы они были новые и современные. Кстати, кинотеатры в регионах сокращают часы работы или показывают кино только в выходные дни. К примеру, соседняя Кемеровская область. Из-за убытков решила закрыть некоторые кинозалы. Ждет ли такая судьба алтайских прокатчиков? Покажет время. А между тем, по оценкам экспертов, к концу этого года убыток отрасли превысит 11 миллиардов рублей. Валентина Аскерова, Анастасия Бертенева. День с толком. Зато театралам Краевой столицы есть где разгуляться. Сегодня в Барнауле стартует фестиваль четырех драматических театров в Новосибирске. По 20 июня зрители увидят лучшие спектакли на сценах Алтайского театра драмы и Молодежного театра Алтая. Новосибирский транзит 2022. Раз в два года театры фестивалят по разным городам России. В рамках сибирского тура актеры уже побывали у наших соседей в Томске, Кемерове и Новокузнецке. Теперь на очереди Барнаул. Фанатам театрального искусства Краевой столицы представят лучшие постановки главных режиссеров нескольких новосибирских театров. «Красный факел», «Глобус», «Театр» имени Афанасьева и «Первый театр». Многие буквально грезили попасть на спектакли от профи высокого уровня. Одна из задач – это праздник. Одно единственное требование было для всех. У каждого театра есть свой художественный лидер. Другими словами, главный режиссер. Мы рекомендуем, чтобы обязательно эта постановка была главного режиссера. И так оно и случилось. Здесь, значит, парад главных режиссеров Сибири, новосибирских театров. Каждая актерская команда представит свои самые яркие спектакли. Театр имени Афанасьева покажет знаменитую музыкальную комедию «Ханума». Первый театр продемонстрирует встречу с мистическим «Роуд-муф» Марина Поля по пьесе Багаева. Жанр исторического анекдота. Генерал и его семья зрители увидят от глобуса. И финал фестиваля будет за «Красным факелом» спектаклем «Дикая утка». По словам актеров, во всех городах зрители встречали трупы теплом. Тамичи и вовсе показались настоящими театралами. Он воспринимал все шутки. Он что-то там свое слышал. Он над чем-то смеялся, чему-то аплодировал очень восторженно. В Новокузнецке был тоже по сдержанию зрителей. Мы так решили, что это рабочие люди, шахтеры. Ну, мы актеры, так подумали. И они, наверное, более серьезные. К слову, барнаульский зритель ждет гостей с нетерпением. Билеты на спектакли практически полностью раскуплены. На некоторые и вовсе уже не попасть. Особое внимание зрителей к спектаклю «Ханума». Постановка с грузинской ноткой о любви. Учитель влюбляется в девушку, но по некоторым причинам они вместе быть не могут. Я не могу признаться, что я князь, потому что у меня ничего за душой нет. Потому что мой дядя все прогулял. А мне нужно приданное. Я подрабатываю учителем и, собственно, влюбляюсь в молодую девушку. Тут очень хороший текст, очень красивый текст. Его приятно говорить. То есть он с хорошим юмором, тонким. То есть в этом существовать одно удовольствие. Кстати, фестиваль приурочен к 85-летию Новосибирской области. А участников тура ждет своя культурная программа. Знакомство с Барнаулом и экскурсии по городу. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. После нескольких дождливых дней синоптики прогнозируют возвращение жары. В середине следующей недели в Барнауле вновь будет палить солнце. Чтобы минимизировать риски плохого самочувствия, мы напоминаем о правилах пребывания на улице в жаркую погоду. Так, специалисты советуют пить больше воды, отказаться от жареной и жирной пищи. Ее лучше заменить на овощи и фрукты. Не стоит заниматься спортом и проводить длительное время на улице. В такие дни следует выбирать светлую одежду из натуральных тканей, не забывать про головной убор, чтобы избежать солнечного удара и почаще принимать освежающий душ. 12 место в турнирной таблице. Проблемы с составом и временно без главного тренера. Это все в футбольном клубе «Динамо Барнаул». Сезон для белых и голубых сложился неудачно, но есть и положительные моменты. Итоги подведет Дмитрий Дроздов. Начали за здравие, завершили за упокой. Так можно известной фразой охарактеризовать итог динамовского игрового сезона. Футболисты бодро и резво начали первую часть. Большинство игр белоголубые забирали под свое крыло, но после начались встречи Кубка России. И работу на два фронта наши не выдержали. Одна из причин – проблема с составом. Игроков просто не хватало. В результате внутри чемпионата побед стало меньше, а вот в Кубке мы дошли до элитного раунда, где играли против сильнейших клубов российского чемпионата. Оказалось, недостаточно, скажем так, так называемой длинной скамейки не хватило. Вот в итоге перешли на весеннюю часть, скажем так, с потерями. Очень яркую игру показал в первых шести турах Кобелка Антон, который усилил наших конкурентов относительно, конечно, Тюмень. Но нашу команду это ослабило. Но тем не менее он оставил такой яркий след. После яркий след оставили только двое игроков. Нападающий Динамо Владимир Завьялов и наш вратарь Богдан Корюкин. Они были на голову выше своих напарников. А еще хорошей игре помешали травмы. Их было много. Как итог, белоголубые не могли одержать победу на протяжении 10 матчей. И несмотря на то, что последние две домашние встречи в Барнаульце выиграли, заканчивали динамовцы сезон на выезде и там тоже проиграли. Поэтому в таблице мы на 12 месте, четвертые снизу. Наверное, не случайно свой пост уже покинул главный тренер Александр Суровцев. В своем последнем интервью клуба Александр Валерьевич отметил, что устал оправдываться. И да, пусть во всех провалах винят тренера. Правда, с кем выигрывать, если в клуб никто не хочет переходить? Финансовые условия непривлекательные. Сложно сказать, изменится ли картина в предстоящем сезоне. За 15 лет в клубе поменяли 12 главных тренеров. Слабо верится, что картина кардинально поменяется. Сегодня в клуб приехал новый старый главный тренер Олег Яковлев. Он уже руководил «Белоголубыми» в 2015 году. Как говорится, все новое – это хорошо забытое старое. Надеемся, что в ближайшее время мы узнаем, как он планирует выводить «Динамо» из провала. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. Продолжение следует...